Приветствую вас. Я думал, что вами не совсем, мягко говоря, корректно поставлен вопрос, потому что быть именно доброй ко всем невозможно, потому что сама доброта людьми понимается по-разному, сама доброта людьми понимается по-своему, и люди по-разному, ну, одни и те же люди, один и тот же человек по-разному воспримет то, что вы называете добром, и по-разному воспримет то, что вы называете слом, то есть добро и зло здесь определяется исключительно при этом другого человека, вот, и поскольку сколько людей, столько вообще-то и понимания добра и зла, то объективного добра и зла они существуют. Вот, поэтому ваша традиция здесь изначально немного, я бы сказал, детская, потому что добро и зло это очень идеализированная история, вот, то есть это больше про идеализацию, это больше про какие-то полисы, это больше про какие-то крайности, это больше про категоричности, что вот есть добрые люди, есть злые люди, ну, на самом деле, на самом деле, в жизни все, как вы, я надеюсь, понимаете, не так вот, да, в жизни добрых и злых людей не бывает, в жизни бывают просто люди со своими представлениями, со своими ценностями, со своими конфликтами, конфликтами, выборами, которые, наверное, влияют на их поведение, ну, и так далее, вот. Вот, и это, в свою очередь, очень важно понимать, вот, потому что без этих моментов, без этих аспектов, в этой ситуации может быть достаточно печальный для вас, достаточно негативный для вас, достаточно болезненный для вас, ну, и так далее, вот. Это первое. Второе. Вы, ну, можно предположить, что вы имеете в виду немножечко другое, да, что вы имеете в виду, например, недоброду, вот, а что вы имеете в виду, допустим, ну, такое вот, более-менее позитивное что-то, да, то есть чтобы, ну, более-менее позитивное отношение к людям, допустим, вот. Вот. Это вполне возможно. Возможно, позитивное отношение к людям, возможно, если вы их принимаете, то есть принимаете всех людей, безусловно, вот. Для этого, для этого необходимо, в первую очередь, принять себя, то есть принять другого человека можно, только если вы принимаете себя, если вы себя не принимаете, то вы, соответственно, не можете, вот, никаким образом, вы не можете принять, ну, другого человека, если вы что-то себе отвергаете, то вы не можете не отвергать этого в других людях. Если вы себе оставите какие-то условия, то вы не можете не оставить эти условия другим людям. Вот. Поэтому данный аспект нужно достаточно хорошо осознавать, да, то есть создавать себе в этом отсчет. И в первую очередь, это работа с принятием себя. Если, когда, когда, если вы примете себя, вот, это может помочь психолог, то вам будет легче принять других людей. А вместе с ними повысится значительный уровень позитивности отношений ко всем людям. Другое дело, что зачем вам это? Для чего? Ну, это уже детали. Следующий важный момент, который нужно обязательно отметить, это момент, связанный со тем, что при принятии людей, других, могут возникать некоторые проблемы. Вот. Ну, например, какие-то вещи может оказаться достаточно сложно принять. И здесь можно говорить о личных границах. То есть, вот, чувствуйте, чувствуйте, как мы переходим от принятия к границе. Для чего нужны личные границы? Ну, в данном случае, вот, если чисто рассматривать ваш случай и вашу проблему, то личные границы здесь нужны для того, чтобы отделить принятие от согласия. Согласен. Позволение от разделений, скажем так, да, от заражения. То есть, это личные границы нужны, чтобы находиться с чем-то или с кем-то, не занавес с этим единым целым, не позволяя этому на себя влиять. Вот. И это второй необходимый момент для того, чтобы общение с людьми, вот, ну, другими людьми, у вас складывалось позитивно. Это следующий важный момент. Без этого момента невозможно будет наладить позитивные, хорошие отношения с людьми. В принципе, потому что, ну, вот, либо личные границы будут давать о себе знать на постоянной основе, вот. Либо, значит, ну, вот, какая-то такая вот своего рода не толерантность, не терпимость будет мешать вам, опять же, ну, как-то вот адекватно воспринимать людей. Вот. То есть, очень важно, чтобы люди чувствовали от вас такую спокойную, уверенную, позитивную энергию, вот, которая людей не подавляла бы, вот, которая позволяла бы людям быть самим собой, но при этом... Которая также, ну, наглядно, явно свидетельствовала бы о том, что человек, в принципе, готов, ну, защищать себя и свои интересы, вот. Это такой вот аспект, он достаточно важный, потому что только таким образом вы можете, ну, добиться вот того, что хотите, того, что вам нужно. Того, в общем, вынуждаетесь. Следующий важный момент. Это естественность. Естественность поведения при достижении цели. Понимаете, целей у одного поведения может быть несколько. И, безусловно, сделать так, чтобы у одного поступка была одна единственная цель, ну, наверное, невозможно. То есть, это достаточно сложно, да и, в общем-то, будем честны, да, смысла в этом особо нет. Потому что это хорошо, когда много целей у одного действия. Но, если цель одна, или если целей несколько, но одна цель доминирует, один мотив доминирует, вот. То это проблема. Это может стать серьезной проблемой. Потому что подобный феномен называется сверхмотивацией. И сверхмотивация способна разрушить любое поведение через утрату естественности, через потерю естественности, через потерю спонтанности, через потерю какой-то такой вот легкости. Важность в взаимодействии с окружающими людьми, вот. Поэтому очень важно, грамотно распределять цели, грамотно распределять мотивационные векторы. да, вот, чтобы не перегружать себя, чтобы не перегружать свою, ну, скажем так, мотивационную, да, сферу, вот, чтобы это не влияло на ваше поведение. Таким образом, мне непонятно, для чего вы хотите быть добрым к всем людям, зачем вам это нужно, вот, несмотря ни на что. То есть, есть иное ощущение такое, что вы пытаетесь либо кого-то простить, вот, либо вы пытаетесь что-то себе объяснить. То есть, ну, по факту можно предположить, что вы стараетесь, вот, например, вас обидели, вы стараетесь поглубже обиду загнать, значит, ну, в глубь, вот, вы пытаетесь загнать обиду в глубь, вот. и пытаетесь рационализировать это вот как раз через доброту ко всем людям, вот. повторюсь, добра единого не существует, именно добра единого не существует. а существуют разные люди и существуют разные ценности. Кто-то разделяет данные конкретные ценности, кто-то нет. и вот, наверное, нормально. Наши задачи сделать так, чтобы мы максимально равномерны, мы взаимодействовали как с теми людьми, которые наши ценности не разделяют, так и с теми людьми, которые наши ценности разделяют, вот, чтобы мы, понятное дело, предпочтение мы будем отдавать тем, кто так или иначе наши ценности разделяет, ну, или, по крайней мере, может быть, не полностью разделяют, но, по крайней мере, у нас с человеком устраивается какая-то позитивная и интересная для нас модель взаимодействия, и мы будем менее заинтересованы в людях, которые либо наши ценности не разделяют, либо модель взаимодействия складывается не так интересно, вот, это всё понятно. Заставлять себя насиловать не нужно, но вот максимально свести к минимуму вот эту разницу, вот, это вполне возможно. Но, повторюсь, основная проблема здесь заключается в том, что человек живёт в мире требований, человек живёт в мире, норм, норм социальных, которые вне всякого сомнения важны, важны, но важность их порой завышается, ну, порой завышается достаточно, я бы сказал, искусственно, да, вот, а порой занижается, тоже я бы сказал, достаточно искусственно, и вот наша задача, чтобы вы начали своё место в этих ценностях, вот, в этих нормах, именно своё место, которое вам нравилось бы, и находясь в нём, в этом месте, находясь в нём, в этой позиции, в этой позиции, в ней, чтобы вы могли спокойно относиться к позициям других людей и не воспринимать их поведение как некую угрозу угрозу себе, да, как некую угрозу своей целостности, своей личности и так далее, вот. В этом всё, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Удачи!